Птифуры по авторским рецепте и торты без декора. Переможцем городского конкурса профессийного майстерства в номинации «Кондитер» стала Юлия Садовская. Майстер по приготовлению десерта в профессии больше за 13 годов, тому ведают все кондитерские тренды о прошлых годах. Дречи моды на ласунке изменяются каждый год. Зараз аматыры солодкого частей выбирают торты из натуральных ингредиентов и с минимальными упражнениями. Надеюсь, Рубиненко сустрелась с кондитером. Такой жемчуг, мелкий. Мы пользуемся еще, естественно, принадлежностями. Это разные стикеры, чтобы готовить цветы. Фломастеры у нас пищевые, кисти для рисования, для припудривания. Что у нас здесь еще? Ну и различная атрибутика, экструдер. Здесь оно выдавливает разную форму полоски, кружочки. Гэтыми преладами шеф-кондитер Юлия Садовская корыстается что день. Торты, эклеры, макаронс, птифуры потребуют худкости. Затрымка на некольких годин, и десерт губляет свой густ и свежесть. У арсенале сучасного кондитера с десяток инструментов. У их лику разностайные пензли, боязково со штучным ворсом. Так само так званые силиконовые молды. Они дозволяют упрыгожить торт. Ну и, конечно, всем знакомый кондитерский мешок. Он наполняет торт кремом або ганашем. Юлия молодая мама, але у этой каверни без ее опыту не справляются. До кастаму умение працевать худко и бездакорно. Специально для нашей сдымочной группы, литерально за некольки хвилин, кондитер собрала мини-торт с ганашем и пюре с маракуей. До речи, в использовании выключено натуральных ингредиентов и лаконичный декор десертов – опошний кондитерский тренд. Сейчас заказывают голые торты. Максимум это в крем, без мастики. Мастика сейчас отошла уже на третий план, я бы сказала. Голые торты или с цветами, вот с такими сахарными, или с фруктами и ягодами. Пищевое, сусальное, серебро и золото. Вот, как видите, такие тоненькие пласты, которые очень чувствительные, я бы сказала. И им украшают торты, можно целый ярус украсить, им сделать прям таким золотым. Можно добавлять немножко кусочками, на десертик. Юлия стала переможцем конкурса профессийного майстерства «Минский майстер». Городское объединение профсоюзу проводит с поборництва 12-й год запор. Все лето в конкурсе приняли удел, амаль 17 тысяч профессионалов своей справы. Если мы будем видеть достойных людей с светлой головой, золотыми руками, и будем их достойно отмечать, мы будем сильнее, и наша Родина будет богаче. И если вы мастер, слава вас найдет. Конкурсы на кшталт «Минского майстра» дают махчимость людям разных профессий проявить себе и поспоборничать с коллегами. Заявки на удел на наступный год уже можно подавать. Их будут принимать до первого снижения. Надея Сербиненко и Александр Горбачев. Агентство «Телиновин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова